У нас собрался стол на Берн. Один раунд и четыре сдачи. Вот у нас тут два коричневых пояса. Один белый пояс заскочил. Девушка с белым поясом. Давайте посмотрим, что она будет делать. Надеюсь, она не сбежит после первой же сдачи. Белые пояса такие не очень надежные на самом деле игроки. Так всегда опасаешься немножко. То есть ты знаешь, что коричневые пояса, они в основном нормальные, надежные. Зеленые более-менее тоже играют. Ну, когда вот играешь много на портале, достаточно давно уже всех знаешь, все ники знаешь. Так, так, очень интересно. Что это может получиться? Это может полумасть у меня получиться. Я бы выкидывал анира одиночные. Пару дракончиков оставил. Ну, давайте, пусть это будет все-таки полумасть. И может быть, кстати говоря, чистые смещенные чоу. Смотрите, я беру панк белых, беру четверку бамбуков, и у меня получаются как раз чистые смещенные чоу. Так, главное сейчас белых. А могу, в принципе, и девятки взять. Ну, если я беру девятки, панк девяток, а тогда кто же, кстати, могу взять и четверку, и единичку? Семерку вряд ли смогу, единичку беру в итоге. Как интересно. Так, у меня в итоге сейчас победа на девятке или на белом. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 7, 8. Ну, то есть в любом случае я сейчас могу победить. Так, 1, 2, 3. Нет, я не жду эту штуку. И эту штуку тоже не жду. 1, 2, 3, 3, 4, 5. Нет, не получается у меня на тройке. На шестерке тоже нет. Нет, 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 у меня только девятка и белый, и все. У меня закрытая рука. Игроки не знают, что я дожидаюсь, что я хочу. А у меня уже, собственно, полумазь на закрытой руке. Очень редкая вещь на самом деле. Потому что обычно на полумазь открываешься всегда. А тут вот повезло собрать. Я даже не хочу никакие ожидания менять сейчас. Меня вполне устраивает девятка белый. Даже если я беру тройку бамбуков, что она мне дает 1, 2, 3. Ну, шило на мыло. Я не уверен, что шестерка бамбуков безопаснее, чем тройка. Две тройки, кстати, уже вышли. Тройка вполне может быть безопасна. Так. У кого-то застряли белые дракончики. Очень интересно. Кто еще собирает полумазь? Кто-то, может быть, все типы собирает, кстати. Я хорошие кости пробрасываю. Сейчас кто-нибудь их хватать будет. Ну да. Хорошо. Повезло. А что она пыталась сделать? А, смешанные смещенные панги. Интересный план, кстати. Слушайте. Смешанные смещенные панги для белого пояса. Она, видимо, кто-то какой-то хороший игрок. Раз она вот так вот смело пошла на смешанные смещенные панги. Это обычно не самый частый фан и не самый такой запоминающийся. Чистые смещенные панги еще помнят, да? Потому что они понятные. А вот смешанные интересно. Так. Это мне, скорее всего, все типы получится сейчас. Главное дождаться какой-то ветер. Ну и зеленого, разумеется. Значит, товарищ справа из Италии, он очень любит материться в чатике. Но сейчас он не материт. Сейчас только еще первая игра. Он еще, видимо, стойко переносит чужие победы, свои поражения. Но я, в принципе, оторвался сейчас. Я же с луфом взял эту руку. То есть я от них неплохо так оторвался. Так, север дважды вышел. Ну, наверное, север можно выпросить уже. Что у меня в символах получается, я пока не понимаю. Ну, я жду какие-нибудь хорошие символы. Вот у меня тоже сэндвич, да, получился. 1,7,1. И у него север, запад, север. Бывают такие пятизначные. Ну, так двойные сэндвичи, да. В сносе забавная картинка. Но не более того. Так. Кто берет? Вот кто берет. Он, похоже, все типы собирает. Судя по сносу. Вот. А теперь я, давайте-ка, выкину вот эту штучку. Потому что я считаю, что мне проще оставить форму 7,8. Форма 7,8, она выгоднее, потому что она ждет терминальную кость. Девятку. А девятка, скорее всего, никому не нужна. Ну, мало кому нужны девятки. Так, ну вот у меня, правда, потихоньку выходят мои ветры. Я надеюсь, все-таки я успею что-нибудь подхватить, прежде чем игрок справа прокинет все ветры. А что он собирает, пока непонятно. Ну, вот семерку точек он выкинул. Еще одну семерку точек выкидывает. Может быть, потому что я выкидывал семерку точек в свое время. Может быть, что-то еще. Может, какие-то он бамбуки с меня ждет. Рассчитывает на то, что я вот сейчас ему дам эту восьмерку, и он ее схватит, да? Не схватит. В принципе, я скорее выкину север. Я сейчас получу панк единичек, например, и выкину север. Но если я получаю сейчас последний север со стены, тогда, конечно же, я выкидываю восток. Ну, вот, в общем-то, ничего сложного на самом деле. Сейчас можно посмотреть уже на других игроков. Игрок напротив. А ему какой-то ветер нужен. Интересно. Может, ему тоже восток нужен. Вот я прокинул семь-восемь, да? Вместо того, чтобы оставить семь-восемь и сконцентрироваться на едини... Пора бросить единички, оставить там шесть-семь... Например, заготовку на шесть-семь-восемь. Вот. Да, шесть-семь-восемь я прокидываю успешно. Но игрок справа ничего с меня при этом не берет. Очень любопытно. Игрок напротив кидается такими хорошими костями. Надо же... Что-то я... Что-то я переживаю за... Свою победу. Я боюсь, тут как-то... Очень сложно будет что-то сложить. Все такие хитрые. Ну, хотя... Давайте-ка я вот так вот сделаю. Вот. Сейчас посмеемся. Кто берет девятку? Никто не берет девятку. Открытую руку просто сделать и встать на что-нибудь. Там что попало. Ого! Так, пять цветов здесь. Шесть-семь. Еще цветочек где-то в игре застрял. Вот. Куда он накидывает. Неплохо, кстати, собралась. Единичка бамбуков была в стене. Так, а он что, север все-таки ждал, да? Все-таки ждал север последний. Ну. Я ему, к счастью, его не накинул. Я не потерял много очков. Я потерял восемь очков сейчас. Так, еще одна рука на все типы, да? Хотите сказать, что вот так вот сейчас эти все типы соберутся. При том, что север немой ветер. То есть, есть смысл тогда объявлять панк северов, панк единичек, оставлять восьмерки на глазках. Ну, или белые будут на глазках, да? Например. Так, давайте. Так. Цеплячья рука здесь не очень удобно, потому что мне придется прокидывать единички бамбуков и ждать какие-то другие бамбуки, не терминальные. Может быть, здесь скорее даже будет уместна внешняя рука. Давайте пока так я выкину. Пятерка бамбуков. Пятерка бамбуков. Что она мне дает? Игрок справа, похоже, собирает символы. Давайте я вот так покидаю под него безопасные точки. Бамбуки, кстати, тоже. Может, он, конечно, просто нижние собирает. Он, видите, до сих пор выкидывал только верхние точки. Но, по крайней мере, девятка-восьмерка, скорее всего, ему не нужны. Эти единичка идет на панк. Так. Другое дело, что он он может мне красно кидать мои кости. Семерка не нужна. Ну, семерку, вернее, как я не беру семерку, потому что не могу. Ага, все-таки он собирает полумасть на символах, да, точки покрасывает. Бамбуки сейчас тоже понесет. Ну, раз он уже открылся, без разницы, что ему кидать. Три, четыре, пять... Нет, давайте все-таки вот так выброшу. А восьмерку символов я ему потом уже дам, когда у меня более-менее сложится рука. вот я ему тогда скину эту восьмерку. Так, две двойки точек уже вышли, да? Если мне задумываться насчет внешней руки, тогда мне нужна будет хорошенькая двойка точек. Две пятерки точек опять же вышли. Ну, вот у меня эта формочка три-четыре, да, ждет или того, или другого. Ну, давайте так. Так, у меня закрытый панк сложился. Последний... Не, предпоследний, извините. Предпоследняя двойка. Очень интересно. Так, ну-ка, давайте вот так я выкину. Не нужна ему восьмерка. Так, если я сейчас беру панк северов или панк белых, я остаюсь на ожидании последней двойки. Последней двойки. Или все-таки лучше... Нет, наверное, лучше единичку выкинуть и ждать две стороны все-таки. Не жадничать с этой внешней рукой. А, она сама зашла. Все, отлично. Так, да, у меня опять же закрытая рука. Никто не знает, чего я хочу. Чего я дожидаюсь. Другое дело, что у него может быть север. И его ветер место все-таки. И если он сейчас хочет идти на какую-то там полумасть, то... То он мне этот север не накинет. Ну, остался только один белый. При том, что никто не собирает приплетения, да? Белого дракона можно дождаться. Тройка точек не нужна никому, да? Не нужна. Так, а он задумывается над каждым онером теперь, да? То есть, да, восток безопасный. Юг безопасный, извините. Восток, очевидно, безопасный. Запад безопасный. Где-то еще север остался. Ну да, юг уже не нужен. Что с этим югом я буду делать на просящей-то руке? Так. Двойка безопасная. Шестерка точек прокинута. Ну, давно. Так, он избавился от югов. Он избавился от южных ветров. И он теперь какие-то они рождет, я так понимаю. Он теперь что-то ждет. Но один белый ему явно не пригождается. Допустим, игрок напротив ждет зеленых. Игрок. Игрок справа ждет красных. Ну, например. Единственное, белый никому не нужен. Они сейчас чем ближе будут к просящей руке, тем охотнее скинут белого. У нас уже стенка кончается, кстати. Да. Красные здесь, а зеленые напротив. Причем оба напротив... Нет, напротив игрок напросящий. Здесь игрок какие-то панги собирал. Ну что ж, все типы. Внешняя рука. Панк драконов. Да, слушайте, закрытая рука еще при этом. Я сейчас две закрытых руки собрал. Очень интересно получилось. Вот он сейчас, наверное, матерится, да? Да, вот он матерится, что мне накинул. Ну, а что мне было ждать еще, извините? Вариантов-то особо не было. Север никто не дает. Берем белого. Так, вот здесь у меня... Как будто заготовка на четыре нижних. Да, я могу брать панги. Я могу брать чоу-2-3-4. В бамбуках. Давайте попробуем. У меня, в принципе, сейчас первое место. Игрок слева на втором месте далеко от меня. Но я не думаю, что она прям сможет так быстро прыгнуть на... Сколько там? Давайте посчитаем. У нас разница сейчас 87 очков. 87 очков. Это означает, что она должна собрать 56... 56 очков с кого-то из других игроков. Ну, слева или напротив от меня. Справа или напротив. Чтобы выйти на первое место. Или 28 очков взять с меня. Маджонг 28 очков. Или 14 очков с элфом. 14 очков с элфом. Это что-то должно быть вроде... Смешанного ряда. Как минимум. Да, смешанный ряд. Например, в сечоу закрытая рука. Это 12 очков. Ну и там что-нибудь еще придумать. Цветов у нее нет. То есть, даже если она берет с кого-то другого маджонг какой-нибудь недорогой. Ну, я остаюсь на первом месте. Так что, в целом... В целом, конечно, нужно стремиться никуда не накидывать и самому собираться. То есть, просто самому собираться. Это то, чему новичков учат, да? Первая стадия. Просто сбор руки. А вот собираться под таким вот прессом. Еще в попытке защититься от наброса. Это уже более сложная ситуация. В принципе, кстати, да. Меня устроит победа игрока справа. Потому что он сейчас на последнем месте. Если он что-то возьмет со сноса чужого, он просто немножечко приподнимется. Он, скорее всего, даже в плюс не выйдет. Если он возьмет селф, вот он может тогда выйти в плюс. Другое дело, что он же вроде собирает смешанные и смещенные чоу. Ничего дорогого. А, смешные смещенные чоу все типы. Ну тогда, может быть, чуть подороже. Ну, кстати, даже я его могу накинуть и остаться на первом месте. В общем-то, тут ничего такого. Так, так, так. Что-то я не получаю свои нижние больше ниоткуда. Игрок слева, похоже, собирает какие-то бамбуки. Так, подождите, восьмерка. 5, 6, 7, 6, 7, 8. Там могут быть либо 4, 5, 6 бамбуков, либо 7, 8, 9 бамбуков. Семерку он не берет. Это еще ничего не значит. Давайте посмотрим на восьмерку. Не берет. Но, скорее всего, кстати, у него есть 7, 8, 9. Уже вот. А здесь семерка нужна на чистый ряд, да? Ну, похоже на то. Так, тогда панк четверок символов мне, естественно, не нужен. Ну, я бы скорее все-таки я бы взял двойку, да, и тройку, разумеется. Никакие тут смешанные и смещенные чего у меня не получаются. Бывает, что у вас на четырех нижних получается двустороннее ожидание, когда вы в одну сторону ждете смешанные и смещенные чего, а в другую сторону четыре нижних просто. Такая бывает интересная ситуация, но это сейчас не мой случай. Так, а какой ветер он может ждать? Восток, да? Он прокинул два севера, запад. Так, это я беру на 1, 2, 3. Важно еще не промахнуться, да, мимо вот этого 1, 2, 3. То есть 2, 3, 4 совершенно не нужно брать. Так, так, так. Вот эта вот тройка бамбуков, она может как раз быть нужна игроку слева. А вот это уже плохо. Потому что в конге могут быть тройки. Хотя, подождите. Нет, в конге ни ветра и ни драконы. Так, мне нужно перестроиться на что-нибудь. Сейчас посмотрим. Если я беру панк четверок, я перестраиваюсь, наверное... Ну-ка, это чье? Ничье. Девятка не нужна. Ладно. Тройки бамбуков не выходили. Возможно, там как раз тройка сидит. И мне сейчас придется перестроиться. Двойка точек. А кому она может быть нужна? Последняя. Подождите. Нет. Единички там были. Он взял селфом. Только-только вышел в плюс. Да. Даже если это смешанные и смещенные все типы. Он дождался, наконец, последний восток. А он, кстати, выстроился на мой снос. Он решил, что он дождется востока с меня. Взял в итоге селфом, но остался... А, ну он вышел на второе место. Да. Селфом. То есть все нормально у него получилось. Он с минус 66 вышел на плюс 12. А был на последнем месте. Так, вот давайте посмотрим. Игрок напротив тоже собирал 4 нижних. Смотрите, какой хитрый. И вот он не стал брать двойку точек на панк. Правильно. Потому что это у него что? Он скорее ждал двойку точек слева от себя. Да. Чтобы у него были нормальные глазки. Он бы снес единичку. И остался бы на ожидании тройки символов. Другое дело, что тройки символов... Не знаю, где были. А вот здесь что игрок сделал? Ох, подождите. Конг единичек. Зачем? Подождите, я не понимаю. Это же могло быть просто... Это могло быть просто полное изобилие. 4 врозь. То есть... То есть вот без этого Конга, без объявления Конга, можно было просто оставить и дождаться чего-нибудь. Надо смотреть, как она собирала эту руку. Но что-то она сделала неправильно, мне кажется. Она могла собрать как раз и чистый ряд, и полное изобилие, да? По чистую масть. И 4 врозь при этом еще. Вот как она так сделала, что она лишила себя чистого ряда и не собрала руку? Ну, не знаю. Может, она как раз не такая опытная, как кажется. Что-то знает. Подучила фаны, но она еще не очень эффективно умеет собираться. Ну, вот. Как-то так. Мне повезло, что я остался в итоге на первом месте. А все тройки были растащены, кстати. Зря я вообще на бамбуке заложился. Но у меня другого варианта не было. Другого варианта не было. Если я скидывал бы сейчас четверку бамбуков, я бы попал... А, я любой кость скидывал, попадал бы ей на ломанжонг. Да? И годится и двойка, и четверка мои. На полное изобилие ей накидываю. И это получается как раз что? Она должна была с меня 28 очков набрать, как я посчитал. А это было бы 24 за полное изобилие. Плюс закрытый конг 26, панк терминальных 27, короткий ряд 28. Вот. 28. Она бы меня брала и обгоняла бы меня. Это мне повезло отсидеться. А так, вот игрок справа, оказывается, меня выручил своим сэлфом. Я остался на первом месте и ничего не набросил. Всем спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok